Ракель Торрес Ракель Торрес Ракель Торрес Ракель Торрес познакомилась с Нью-Йоркским биржевым брокером по имени Стивен Эймс. В то время он был женат на кинозвезде Эдрианс Эймс. Но Ракель сумела отбить его и 21 апреля 1634 года пара поженилась. Вскоре после заключения брака девушка прекратила сниматься, а муж, наоборот, с 1145 года получил некоторую известность как кинопродюсер. Муж Торрес был весьма состоятельным человеком. В качестве свадебного подарка к невесте он преподнес Роллс-Ройс. После свадебного путешествия пара приобрела 2,5 акра земли под застройку в дорогом престижном районе Лос-Анджелеса. Брак продолжался 20 лет до самой смерти мужа в апреле 1954 года. В 1959 году Торрес вышла замуж второй раз. Ее избранником стал известным к тому времени киноактер Джон Холл. Брак продолжался 8 лет. 9 мая 1967 года последовал развод. В январе 1932 года Торрес была приглашена в Нью-Йорк на Бродвее. Она сыграла роль Терезы в постановке «У Адама было два сына». Однако после нескольких представлений актриса вернулась в Голливуд и больше никогда в бродвейских театрах не появлялась. Кинокарьера Торрес была недолгой. Всего 8 лет. За которые она снялась в 13 фильмах. Скончалась актриса 10 августа 1887 года в городе Малибу, штаб Калифорния. Вот так вкратце из переводной википедии о американской киноактрисе мексиканского происхождения Ракель Торрес. Пока-пока. До свидания. Смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok